В универсальном спортивном комплексе Подпасковья проходит открытый турнир по художественной гимнастике Щелковского района. Он посвящен Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день отмечают в нашей стране 3 сентября. И уже не первый год щелковские спортсмены, уже состоявшиеся и только начинающие, занимающиеся художественной гимнастикой, посвящают такой непростой дате турнир, который блистает светом добра и красоты всего того, что защищали сотрудники силовых структур в горячих точках, героически исполняя свой долг в ходе спасательных операций. В этом году на открытом турнире Щелковского района по художественной гимнастике соревнуются более 120 участниц в возрасте от 5 до 17 лет из 6 городов Московской области. Девочки выступают по программам 1, 2, 3, взрослых и юношеских разрядов, мастеров спорта, кандидатов в мастера. Я вообще выпускница детской юношкой спортивной школы, мастер спорта, и у меня сейчас, можно сказать, что свой клуб Монина находится, Sunrise. Я тренер, я преподаю уже на протяжении 6 лет. Ну, мы от этого получаем удовольствие, нам нравится предметы, как бы, работать с ними, выступать с ними. Это потому что самый красивый вид спорта, в нем искусство есть, и он приносит прям удовольствие. Художественная гимнастика – вид спорта очень популярный. В нашем районе, в Щелкове и в поселениях работают секции, где девочки становятся еще красивее и элегантнее. Школа – это школа. Музыкальная школа – это музыкальное образование. А художественная гимнастика дает ей физическое развитие. Поэтому вот такое трио, я думаю, воспитает в ней полноценную развитую личность. Что-то такое – это экспрессия, что-то очень необычное, то, что удивляет. Я бы так сказала. Лучшими на турнире были признаны Карина Тарасова, Ксения Разоренова, Елизавета Кондратова, Виктория Прозорова и Алина Волярова. А среди юных гимнасток – Дарья Дупак и Анна Фенько. На соревнованиях пяти девочкам объявили о присвоении спортивных разрядов – кандидатов в мастера спорта. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».